Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «7 минут». И сегодня у нас в гостях Елена Марьяновская, заведующая кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации Института иностранных языков Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Здравствуйте, Елена Леонидовна! Здравствуйте! Насколько я знаю, вот в ближайшие дни у вас в университете пройдет фестиваль британской культуры. Если можно, обозначьте сроки, когда это будет и что мы там сможем увидеть, как будет проходить этот фестиваль. Фестиваль британской культуры будет проводиться 4 апреля. Начинаем мы в 14.30, но до этого с 1 апреля по 3 мы хотели бы открыть камерный показ английских фильмов. То есть это будет такое преддверие фестиваля. На самом фестивале будет сначала концерт, который будет представлять собой, в общем-то, открытие этого праздника. А дальше мы пригласим всех присутствующих на различные секции. И там все смогут познакомиться с английской культурой, как кто? Английский театр, английская литература, английская музыка, спорт и, может быть, даже английский чай. На данный момент вы можете сказать, какие фильмы, ну хотя бы какого периода или, может быть, каких режиссеров вы планируете показать с периода 1 по 3 апреля? Вы знаете, я, наверное, чуть-чуть только приоткрою завесу, чтобы было все же интересно. Фильмы мы будем показывать английские. Я имела в виду не совсем английских режиссеров только, а те, которые передают именно атмосферу Англии. Поэтому среди фильмов мы, конечно же, покажем несколько серий знаменитого сейчас Шерлока Холмса. Мы покажем одну или две серии сериала, который очень знаменит в Англии. Он называется Downtown Abbey. Мы покажем, может быть, несколько экранизаций романов Джейн Остин. Они, в общем-то, известны и у нас, и, естественно, известны в Англии. И сами англичане говорят о том, что вот дух 19 века Англии, откуда и пошли все стереотипы, о которых мы все знаем, именно в этих фильмах сохранен. Поэтому, наверное, вот приблизительно эти фильмы смогут увидеть наши студенты и все, кто вдруг зайдет к нам в это время в гости. То есть данный фестиваль не только для студентов, для педагогов, но и все желающие могут поучаствовать? Мы очень бы хотели видеть, конечно же, очень разнообразную аудиторию. Понятно, что в первую очередь это наши студенты, наши преподаватели, причем студенты не только Института иностранных языков, нам хотелось бы видеть студентов всех факультетов. Это наши школьники, потому что сейчас наши студенты находятся на практике в школах, и они там тоже готовят свои номера, которые будут участвовать в открытии этого фестиваля. Но нам, конечно, хотелось бы видеть и жителей города на этом фестивале. А почему именно британская культура на сей раз? Британская культура объясняется очень просто. Дело все в том, что 2014 год объявлен годом перекрестных культур России и Великобритании. Поэтому мы подумали, что это будет очень хорошим шагом навстречу к Великобритании и навстречу к культуре и языку, который в нашем подразделении изучается очень долго. Поэтому придумали фестиваль британской культуры в качестве поддержки вот этой идеи перекрестных культур. Скажите, пожалуйста, вот мы все считаем, ну так как-то уже сложилось, что английский язык, пожалуй, один из самых популярных, да? На сегодняшний день все его... Кто-то хочет выучить, кто-то уже изучает. На сегодняшний день вот его первенство сохраняется? Наверное, его первенство сохраняется, но делит он его уже с испанским, с португальским, но тем не менее остается так называемой лингва франка, то есть языком международного общения. Поэтому сейчас среди даже студентов уже бытует очень серьезно сложившееся мнение, что одного английского уже недостаточно. И указывать его как иностранный, но уже как-то немножко неприлично. Нужно знать уже какой-то еще иностранный язык, чтобы действительно стать человеком мира. Насколько я знаю, вы достаточно часто устраиваете подобные фестивали. Если можно, несколько слов о каких культурах вы уже рассказали рязанцам, и что, может быть, еще планируете? Дело все в том, что поскольку подразделение занимается действительно иностранными языками и культурой, подобного рода мероприятия, это, наверное, наша неотъемлемая часть. И, в общем-то, мы это и видим всегда нашей задачей. У нас проходили, правда, чаще фестивали восточных культур, фестиваль японской культуры, фестиваль китайской культуры. Это стало уже доброй традицией. Проводили фестивали испанской культуры, проводили фестивали немецкой культуры. То есть старались поддерживать, в общем-то, все языки. Но вот с британской как-то у нас сложились такие отношения, что вроде как мы считали ее совсем своей и решили, что, в общем, самое время все-таки рассказать о ней городу. Ну а что в перспективе? В перспективе, я думаю, что фестиваль немецкой культуры, если я не ошибаюсь, он у нас будет проходить следом прямо за британской культурой. Наверное, будет и фестиваль японской культуры. То есть, в общем-то, традиционные наши фестивали мы будем продолжать готовить, потому что есть и желающие посмотреть, и желающие поучаствовать. И мы стараемся каждый раз предложить что-то новое. Вот на данном фестивале британской культуры будут ли какие-то гости из самой Англии? С гостями из самой Англии мы пытались договориться, чтобы они действительно приехали и поддержали. Но дело все в том, что практически через две недели у нас будет серьезная международная конференция. Вот туда они приедут. Поскольку на два мероприятия приезжать сложно, поэтому они, в общем-то, выбрали научную конференцию. Но ничего страшного, потому что мы постараемся связаться по скайпу с студентами Манчестерского университета. Именно его представители приедут к нам потом и на конференцию. И, может быть, еще у нас состоится еще один сеанс связи тоже с Великобританией, потому что, безусловно, нам хотелось бы поддержать фестиваль именно носителями языка. Подобные акции, подобные фестивали уже проводились. Вы, наверное, можете сказать, насколько это интересно студентам, насколько охотно к вам идут просто жители города? По опыту могу сказать, что это мероприятие всегда интересно студентам прежде всего, потому что, во-первых, они принимают участие в подготовке, они и за счет этого получают свое образование, потому что узнают много нового о культуре изучаемого языка. Что касается жителей города, то, по-моему, это всегда событие, потому что мы стараемся делать это на профессиональном уровне. И это всегда интересно, потому что мы и покажем, и расскажем, и всегда предлагаем поучаствовать. То есть это не просто просмотр, прослушивание. Прослушивание – это всегда интерактивные какие-то формы, и всегда есть возможность унести что-то с собой. Я имею в виду и в прямом, и в переносном смысле, потому что унести с собой какой-то новый опыт, а в прямом смысле унести с собой что-то, вплоть до того, что сделано своими руками. Я знаю, что некоторые, не знаю, немножко боятся, стесняются приходить, вот, допустим, на фестиваль британской культуры, не зная английского языка. Думают, а вдруг там будут какие-то конкурсы, или вдруг там будут говорить на английском языке, а мы не знаем. Вот насколько комфортно на вашем фестивале будет людям, не являющимися носителями английского языка? Здесь мы тоже всегда стараемся, конечно же, создать атмосферу дружелюбную для всех, потому что, естественно, нельзя ожидать от всех знаний языка, поскольку к нам в этот раз все-таки, я думаю, придут школьники и жители города тоже. Поэтому мы, во-первых, будем все дублировать, язык английский звучать будет безусловно, потому что как без этого, но все будем дублировать и на русском, а сами секции будут скорее проходить на русском языке, потому что наша задача в данном случае обучить не языку, а представить культуру. Это мы вполне сможем сделать через наш родной язык, но там, где нужно будет касаться именно языка, язык будет звучать, конечно же. Спасибо вам огромное, что вы сегодня к нам пришли, рассказали нам о вашем замечательном фестивале. Наша съемочная группа обязательно к вам приедет и тоже в нем поучаствует. Спасибо и удачи вам. Спасибо большое за интересные вопросы. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»